В этом году у желающих выступить на конкурсе чтецов военной поэзии о героях былых времен было так много, что организаторы были даже вынуждены ограничить регистрацию участников. Заявки присылали со всей области. В итоге произведение на военную тематику в своем исполнении представили на суд жюри 158 человек. Он рванулся из траншеи в бой. Встала мать, прикрыть его с собой. Все боялось, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. Это уже третий конкурс. За два предыдущих конкурса мы здесь встретились с ребятами, с учителями более 500 человек. Только участников. Мы убедились, что подобное начинание наше, оно нужно, наверное, не только нам. Мы убеждаемся в том, что у нас очень много замечательных ребят, деток маленьких и постарше. Буквально в каждом практическом стихотворении, которое они сегодня читают или читали в предыдущие годы, они говорят о любви к родине, о любви к нашей стране. Прослушивание самых юных конкурсантов в возрасте от 6 до 14 лет проходило в конференц-зале Музея обороны Брестской крепости. Уже в коридоре чувствовалось волнение, но у каждого из участников была своя группа поддержки. В прошлом году мы получили диплом первой степени. На этой волне мы поняли, что нам очень хочется участвовать в таком конкурсе. И очень волновались, готовились, помогали, конечно же. Многие серьезно подготовились. Не только выучили стихотворение, но даже пришли в военной форме или костюмах. Принесли реквизит. Я крепость. Я крепость. Я крепость. Я бьюсь. Я не сдамся врагу. А смерть – это просто нелепость. Ее я принять не могу. Мне 9 лет. Я ученица 28-й школы. И я согласилась участвовать в этом конкурсе, потому что мне понравилось само это стихотворение. И я поняла, что я потом смогу выиграть приз. Я выбрала стихотворение «Детчата минувальной войны». Автор Юда Киевос. Жюри – настоящие профессионалы. Режиссеры, актеры, представители Союза писателей Беларуси. Но даже для них оценивать юных чтецов оказалось совсем непросто. Ведь многие дети читали строки о войне настолько проникновенно, что невозможно было сдержать эмоции. А вчера так же вылазила и кричали на улице люди. А вам сегодня смерть. Значит, хлебушек вечером будет. Я как режиссер могу сказать, что меня всегда интересует личность артиста, а также личность ребенка. Но самое главное для артиста и для ребенка – это понимание текста, которым он читает. Это не столько выразительное чтение с поставленным голосом, сколько именно донесение смысла. Мне очень нравится этот конкурс. Ребята очень большие, молодцы. Они готовятся, волнуются. Я волновался, конечно. У меня, может, иногда порой руки-ноги тряслись. Но все-таки все это уже прошло, все закончилось. И нужно всегда помнить свою историю и все, к чему эта история привела. Второй площадкой для прослушивания стал выставочный зал экспозиции «Музей войны. Территория мира». Здесь можно было услышать конкурсантов от 15 до 22 лет. На веки повеншался с вислых валей, без поцелунков, кветок и музык. Жить все отдал за берах левы, правы и не жадал ни якой себе славы. Я приехала из города Баранович. Я узнала о конкурсе. К нам пришла заявка, и преподаватель рассказала об этом. И захотелось принять участие, поучаствовать. Это для того, чтобы помнили, как это было, для чего это было нужно. И такого стараться, чтобы больше не повторилось. Конечно, очень счастливо, что у нас в Бресте, в Брестской крепости, проводится такой конкурс, такое мероприятие, которое позволяет сохранить память и, конечно же, проявить себя, свои таланты каждому желающему. Я понимаю, что все то, о чем я говорю, это правда. И это в любом случае нужно нести на чистое сердце. И вот когда эти двери закрываются, ты уже рассказываешь стихотворение, конечно же, все волнение отходит. Ты стараешься прожить все то, о чем говоришь. Я считаю, что это поистине важно и ценно. Действительно важно и ценно то, что юные участники проникли с темой войны, пропустили через сердце ее боль и трагедию. Но вместе с тем ощутили подвиг народа и советских солдат, и радость победы. В этом году помимо ребят из Бреста в конкурсе приняли участие 25 человек из школ Брестского района, 9 из средних специальных учебных заведений области. 22 апреля будут подведены итоги и награждены победители. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.